Друзья, если вы хотите приобрести резиновые петли, перчатки для тренировок, турники, брусья и так далее, любые аксессуары для тренировок, вы можете приобрести на Workout Shop. Я закупаюсь именно там. Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу 5 супер крутых упражнений. Если у вас дома нет ни гантелей, ни штанги, никакого другого железа, как прокачать грудь в домашних условиях. Нам понадобится только вот такая тренировочная резина, кстати, с Workout Shop тоже. Можете заказать любые там резинки, любого размера, любой натяженности и так далее. Короче, 5 упражнений крутых с использованием только резины. Никакой железяки вам не нужно. Погнали! Итак, друзья, первое упражнение будет нам заменять упражнение в тренажере бабочка. Знаете, да, что такое тренажер бабочка? Это когда вы садитесь и делаете вот такое вот упражнение, а сзади у вас блоки поднимаются. Итак, мы заменим его, это упражнение, резинками. Смотрите, что нам надо сделать. Скрутить немножко резинку вот так, чтобы она не разветвлялась, чтобы не была в две, короче, в два слоя, а была в один слой. То есть получается вот такая штука. Беремся удобно за резинку, за спину кладем вот таким вот образом и делаем вот так. И вот в этой точке финальной, когда вы выжимаете, вы еще сводите грудные мышцы своим усилием, не только резиной, ну и своим усилием показываю, как это выглядит без футболки. Чтобы вы понимали, нагрузка идет очень хорошая. Блин, зависит, конечно, от резины. Если купите резину, которая тяжело тянется, то это вообще бомба будет. То есть смотрите, нагрузка идет отлично. Грудные напрягаются просто идеально. Единственное, что вам надо сделать, это руки не прямо держать, а немножко вот так согнуть. Ну, как вы делаете вот на этом тренажере бабочка, да? Поехали ко второму упражнению. Второе упражнение у нас будет имитировать жим штанги. Мы можем делать это упражнение стоя. Показываю, как это делается. Складываем резину в два вот так. Надеваем ее на палку, желательно подлиннее палку. У меня нету длиннее, короткая трока. Накидываем вот так. Резина должна быть где-то на спине, на уровне как бы ваших грудных мышц. Что мы делаем дальше? Потом мы берем немножко, зажимаем вот здесь пальцами резину, чтобы она не соскакивала, и делаем жим. Хорошо напрягается грудь, но единственный минус тут в том, что мы пропускаем вот эту фазу, когда нижняя фаза, да? То есть получается негативная фаза. Мы начинаем только с положительной фазы, то есть вот отсюда. Мы напрягаем грудь, а тут негативная фаза уже пропадает. То есть мы до низа не можем ее опустить, но это ничего. Если нету железа, это хорошая альтернатива железу. Поехали к третьему упражнению. Третье упражнение делается так же, только на полу. Мы ложимся вот таким вот образом. И опять же имитация штанги. Беремся вот так и делаем жим. Очень хорошее упражнение, я вам скажу. Забиваются очень хорошо передние дельты и также грудные мышцы. Переходим к третьему упражнению. А если быть точнее, переходим к четвертому упражнению. Ошибся немножко. Это будет упражнение, заменяющее кроссовер. Знаете, да, что такое кроссовер? Это блочный тренажер. Когда вы встаете, беретесь за две рукояти таких, немножко вперед выдвигаетесь и делаете вот такое упражнение на грудь. То есть работает внутренняя часть груди. Мы будем с резиной делать практически то же самое, только мы будем прорабатывать одну сторону. Прикол такого упражнения в том, что вы можете более сильно сконцентрироваться на проработке одной стороны. Почему? Потому что вы можете загнуть эту руку не просто вот до сюда, а вы можете ее прям вот туда, тем самым больше сократить вашу грудную мышцу. Пристегиваем куда-нибудь там крючки, в моем случае от балкона, и погнали. Отлично, напрягаются. Стараемся как будто бы вот эту руку тянуть вот туда. На максимум, как вы можете. Напрягаются просто как камень. А если еще подальше отойти, вообще хорошо будет. И так же сделаем на вторую сторону. Беремся уже вот так, и фигарим уже вот этой рукой, стараемся тянуть туда. Как камень. Я, конечно, не уверен, что новички смогут прочувствовать полноту этого упражнения, потому что тут надо знать, как это делать, и концентрироваться на грудных мышцах. Если вы не сможете сконцентрироваться, толку не будет. Но если вы сможете, то будет отличный результат. Друзья, последнее, пятое упражнение вроде бы. Мы будем прорабатывать верхнюю часть груди. Вот эту. С помощью, опять же, нашей самодельной штанги. Смотрите, что мы делаем. Значит, закидываем ноги вот туда. Садимся, как бы, вот эту резинку оставляем на заднице. То есть задница у нас будет такой препятствующий материал, чтобы резинка не слетала, а она уже слетела. Еще раз. Садимся вот таким вот образом и имитируем жим штанги на наклонной скамье. Что мы делаем? Беремся вот так. Блин. И ничего не получается, потому что очень тугая резинка получается. Но мы сделаем по-другому. Мы в один слой намотаем вот таким вот образом и сделаем в один слой. Это не проблема. Если у вас такая проблема, то это не проблема. Она решаема. Беремся вот так, держим резинку и погнали. Отлично чувствуется плечи и верх груди. Если вы хотите усилить, как бы, давление, то еще сильнее наматываете эту резину, и у вас, получается, сокращается, как бы, амплитуда резинки, и она растягивается меньше. И поехали. Отличное упражнение, ребят. Я бы сказал, вот это упражнение, возможно, самое лучшее из всех, что я показал, потому что забивается просто все идеально. Попробуйте, покупайте эту резинку. Классная штука, универсальная. Можно качать и бицепсы, и все, что хотите. И как же я мог забыть про последнее упражнение, друзья? Это отжимание. Лучше отжимание еще пока что ничего не придумали в домашних условиях. А это отжимание с резиной. С резиной отжиматься гораздо сложнее. Вы там, если 6 раз делаете, то это уже хорошо. Это будет как со штангой, там, килограмм 70. Поэтому смотрите, как делаются отжимания. Скручиваем за спиной вот так, чтобы у нас как бы не разъединялась эта резинка. Скручиваем ее, чтобы она была как будто одно целое. Запихиваем туда руки. И получается вот такая штука. И мы будем от пола отжиматься вот так. То есть резинка нам будет мешать, как бы препятствовать нашим отжиманиям. Смотрите, как это делается. Так отжиматься невероятно сложно. Поэтому, друзья, это, наверное, я поставлю на второе самое... Хотя нет, вот это первое самое лучшее упражнение, когда мы вверх жмем. И второе вот это. Эти два самых лучших упражнения. Ну и советую, конечно, попробовать все остальные, которые я показал. Потому что они тоже на уровне. Я бы не сказал, что они совсем плохие там. Ими тоже можно качать. Все нормально будет. Так, друзья, я советую во всех упражнениях делать где-то по 4-5 подходов, по 6-12 повторений. Делайте по 6-12 повторений, будет гипертрофия, будут расти мышцы. Вот, поэтому, друзья, спасибо за внимание. Если хотите какие-то упражнения увидеть еще с этой резинкой, обязательно пишите в комментариях, и я сниму что-нибудь еще прикольное для вас. А так, спасибо за внимание. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok